Безусловно, самый главный совет не бояться. Главный совет пробовать, поскольку жизнь она очень коротка. И самые приятные моменты, которые у вас будут в жизни, это те моменты, когда вы будете рисковать, когда вы будете анализировать и понимать, что самое золотое время, это время, когда вы только начинаете заниматься бизнесом. Никаких высот бы вы только не достигли, все зависит исключительно от первого шага. И самое большое удовольствие вы будете получать именно от того риска, именно от того напора, который вы получите от своих менторов на первом этапе. Поэтому, ребята, рискуйте, и все у вас получится. То есть менторство в современном, в начальном бизнесе необходимо? Без него сложно, да, будет обойтись? На мой взгляд, да. Менторство было, и я думаю, оно будет. Ментор – это тот человек, который болеет за своего ученика. Ментор – это тот человек, который реально переживает. И я думаю, то, что лучше один раз послужить того человека, который уже столкнулся с этой проблемой, нежели пытаться все двери открыть своим углом. Но я вам скажу то, что есть одно правило, которым я придерживаюсь, и которое для предпринимателя очень важно. Если тебя гонят в дверь, лезь в корточку. И я думаю, у тебя все получится. Первое – нужно иметь веру в себя. Второе – не нужно бояться неуспехов. В Силиконовой долине, если ты до 30 лет не открыл предприятие, тебя считают чудаковым. Если ты открыл предприятие и разорился, это нормально. То есть мы должны вот это понимать. У нас каждый боится неуспехов. Будет осуга. Как бы со стороны его скажут, ой, он же неуспешен, он же лузер. Ребята, любой нормальный предприниматель, прежде чем стать успешным, сначала проиграл несколько дел. Если брать, например, известный рекорд из истории Эдисона, самый из классических примеров. Он провел 11 тысяч опытных. Из них 10 990 были науспешными. Но тем не менее он создал лабочек. И теперь весь мир этим пользуется.